Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» программа «Семь минут». Для журналистики существует так называемое правило трех источников, то есть каждая информация, подлежащая публикации, должна быть подтверждена минимум тремя независимыми экспертами. Пожалуй, сегодня справедливо можно сказать, что эта аксиома не действует, учитывая, что социальные сети стали даже не ареной, а футбольным полем, по которому юзерят команды-участники информационной войны. О том, как не захлебнуться в потоке информации и случайно не стать врагом или союзником чужой войны, говорим с нашим гостем, блогером и экспертом по социальным сетям Александром Паньковым. Все мы пользуемся интернетом, но, наверное, не вся информация, что там появляется, должна быть услышана, увидена и, самое главное, распространена. 21 век называют веком информационных войн. И каждый из нас с вами сейчас является таким... Бойцом невидимого фронта. Да, бойцом невидимого фронта, либо же, наоборот, жертвой этого невидимого фронта. Потому что медиа, СМИ, той или иной стороны конфликта всегда будут использовать и интерпретировать факты по-разному. Простая, казалось бы, на первый взгляд вещь может сделать в интернете целый бум, целый шквал негатива вызвать у тех людей, у которых нужно, кстати говоря, вызвать негатив. Про позитивную информацию мы сейчас, наверное, говорить не будем, потому что ее, скажем так, мало, чрезвычайно мало. И люди в основном пытаются за счет этого яркого негативного отклика вызвать у человека эмоции. и человек уже просто без способности рефлексировать новость просто жмет кнопку репост, кнопку лайка, понравится, делится со всеми, не проверив информацию. Вот, кстати, вы как журналист, наверное, знаете... Вот это стадное чувство, скажите, потому что реагируем на что? На какую-то картинку, о, прикольная картинка, на какую-то хлесткую запись такую, интересно, надо послать другу. Там уже миллион друзей ВКонтакте в том же, и все это разлетелось по всей паутине. Должна быть какая-то, грубо говоря, жесть на этой картинке изображаться, чтобы мы на нее среагировали. Ну, мы же говорим с вами сейчас об информационной войне в основном. Затем там должно быть сразу же написано не тема новости, а просто должно быть написано, как это обычно бывает, срочная новость, репост. Это должен знать каждый об этом. Мы должны говорить все больше об этом. Нужно распространять информацию. И то есть человек уже на подсознательном уровне готовится к тому, что он эту информацию, непроверенную... Вдруг кому пригодится. Да, он ее будет распространять. У человека есть такое свойство, да? Он любит осуждать, скажем так, да? Любит как-то так или иначе хаять что-то, любит... А это проще всего. Конечно. Чтобы сделать какое-то участие со своей стороны, вот это проблема. А о том, чтобы сказать правильно, неправильно, какую-то умную мысль, причем умные мысли к большинству приходят через полчаса после новости. И выгод ногом в ВКонтакте возьму, напишу. И поэтому, да, кстати, я хотел сказать, что главное правило вот сейчас в интернете для каждого уважающего себя пользователя – это не распространяй, а рефлексируй. То есть прежде чем ты жмешь кнопку репоста, прежде чем ты эту всю информацию скидываешь своим, как вы говорите, миллионным подписчикам и друзьям, подумай. Надо думать о том, что ты распространяешь. И, как мы с вами говорим, да, люди сейчас, очень много уток, очень много уловок в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в живом журнале, да везде, в одноклассниках тех же самых. И вот за счет этого как раз, вот этого любви человека искупать то или иное сообщество, ну, даже другого человека искупать в каком-то негативе – это работает на самом деле очень сейчас часто. Мы это видим на примере с Украиной, как на Западе. Украина имеет очень серьезные последствия. Конечно. То есть мы настраиваем целые народы друг против друга, это очень. Не мы настраиваем, нас настраивает. В том-то и дело, что тут, к сожалению, Украина-то по большей части не виновата. Просто так решили за них на западном поприще. Вы можете ввести хэштег Евромайдан в любой социальной сети и посмотреть, с чего все начиналось. Это вроде казалось бы какие-то безобидные сборы, акции, которые потом переросли вот в эту… Ну, на мой взгляд, это гражданская война, когда уже идет вопрос о территориальной целости этого государства, которого, в принципе, уже и нет. Все движение протестное собиралось при помощи социальных сетей. Поэтому социальные сети являются активнейшим сейчас ресурсом борьбы. И, к сожалению, нас стравливают. А есть какая-то бригада умных людей, которая сидит и разрабатывает новую веб-страничку, ищет какие-то скандальные картинки? Есть определенная прослойка людей, определенная профессия на Западе, которой очень сильно уделяется внимание, очень сильно финансируется. Это как раз-таки те люди, которые занимаются информационной войной в интернете. Но в России этому уделялось мало внимания. Поэтому мы в этой степени, конечно, немного пострадали, да, что же там говорить на просторах интернета. Поэтому Россию сейчас как только можно пытаются обвинить во всех реках. Но на Западе ведь тоже люди, такие же, как и мы с вами, которые являются простыми гражданами, они тоже понимают, что к чему. Мне кажется, не все. Не все. Но, кстати, независимая пресса, они понимают, что к чему происходит. Факты передергиваются, где-то что-то недоговариваются. Вы, как журналист, я хотел сказать, что всегда руководствуетесь правилом трех источников. И если источника информации нету... А можно сделать ссылочку по недостоверной, неустановленной информации, и это все меняет? Или гораздо проще. От анонимного источника, от того источника, который не стал бы... От нашего телезрителя. Вот вся беда, вот в этом. Просто можно самому придумать эту новость. Если это интересно, это сработает. На 100% сработает. Да, вот поэтому мы должны понимать, что к чему. Если эта новость встречается здесь, но там нету источника, нету ссылки. Если эта новость встречается здесь, и там то же самое, то мы должны уже несколько раз подумать, прежде чем вообще... Не то, что эту новость распространять, а подумать о том, является ли эта новость по-настоящему достоверной. Является ли она правдивой, и какой посыл она несет. Для кого она несет этот посыл. Что вы предлагаете? Самое главное, сейчас проблема-то в чем? Если раньше нужно было прийти к компьютеру, откуда-то вот мы что-то увидели, пока мы доехали до дома, с нас сошло, вот этот пар весь сошел. Сейчас с телефонов, с модных гаджетов сфотографировал, подписал, отправил, сразу разлетелось. Ну, во-первых, нужно фильтровать свой список друзей, нужно фильтровать те паблики, те новостные группы, на которые ты подписан, нужно понимать, откуда, вот как раз-таки анализировать, рефлексировать тот список источников, откуда вы берете информацию, и не лезть на рожон с новостью, которая касается той или иной провокационной проблемы, и об этом трубить во всеуслышание, чтобы все знали, чтобы все думали о том, что да, на самом деле это так, хотя все гораздо-гораздо по-другому. Ну, вот мы можем взять пример с гуманитарным грузом, который вводили наши войска совместно с волонтерскими движениями на территорию Восточной Украины. Так вот, как вот вы к этому относитесь? Вы считаете, что это благородная миссия, правильно? Это положительно со всех сторон миссии, то есть люди несут реальную помощь, а на Западе это все разлетелось с таким подтекстом, что русские пытаются провести оружие во всех этих грузовиках. Соответственно, все вот это вот благое намерение, казалось бы, да, в новостях стало расцениваться как попытка захвата, чуть ли там не с использованием оружия массового поражения. Всегда нужно обращать внимание на то, что некоторые пользователи слишком активно себя ведут в тех или иных беседах, в чатах, в каких-то сообществах, на форумах, и прямо вот так вот ярко отстаивают свою позицию, используя не всегда лицеприятные, не всегда разрешенные, ну, то же самое, используя нецензурные брани, каких-то акцентов ненужных. Главное – реакцию, поймать реакцию, чтобы люди начали какую-то полемику уже между собой, дальше можно удаляться, процесс запущен. Это стандартная схема практики троллей, то есть в интернете распространены тролли, которые занимаются троллингом, это обычно такие фейковые аккаунты с придуманной историей, с придуманными аватарками, с придуманными жизнями, и они везде на всех сайтах пытаются вести свою политику, и причем людям-то чаще всего, ну, это не нужно. То есть вот у нас большинство населения, да, в принципе, как во всем мире, оно аполитично. То есть к политике из-за того, что сейчас все вот это происходит, они уже начинают относиться настороженно. И чтобы подогреть интерес к той теме, которой нужно подогреть интерес, используются такие вот практики троллинга. То есть человек запускают на новостную ленту, человек комментирует, этими комментариями он подстегивает других людей, реальных пользователей. Таких людей нужно банить по возможности, отправлять черный список и вести предельно аккуратную борьбу, потому что вот все, что вот есть сейчас такая, а знаете, в принципе, это даже хорошо, что все, что ты не напишешь в интернете, все, что ты там не сделаешь, не опубликуешь, даже если ты удалишь, все равно люди это могут запомнить. Можно сделать скрин, и уже ты не сможешь отказаться от своих слов, ты не можешь отказаться от своих поступков. И я считаю, что это правильно, потому что очень часто люди не думают о том, что они говорят, тем более в интернете, думают, что интернет – это такая свалка. Такое мусорное бедро, большое-большое, куда все, что не попадает, оно где-то там осел. На самом деле нет. И каждый из нас является своеобразным фильтром, то есть, если, например, вы что-то замечаете, зафиксируйте это. Я надеюсь, что вот эти 10 минут наши телезрители воспримут правильно, если что-то не посмотрели, не услышали, обязательно сделают репост уже на нашем сайте. Это была программа «Семь минут». Удачи вам и до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok